МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полдень столицы, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Госсекретарь США Майкл Помпео отложил запланированный ранее визит в Казахстан. Такое решение он принял из-за недавнего протеста у здания американского посольства в Багдаде. Ранее сообщалось, что в столицу Казахстана он прибудет 5 января. Кроме Казахстана, Майкл Помпео планировал посетить Украину, Кипр, Узбекистан и Беларусь. Визит госсекретаря не отменяется, а будет перенесен на ближайшее время. Напомню, 31 декабря у ворота здания американского посольства в Багдаде собрались протестующие. Демонстранты пытались штурмовать депмиссию США, они бросали камни и выкрикивали призывы. Акция прошла в знак протеста относительно американских авиаударов по шиитскому ополчению. Продолжая тему, Майкл Помпео судил недавний штурм посольства США в Багдаде в разговоре с премьером Ирака Аделем Абделем Махдим. Об этом говорится в распространенном Госдепом США сообщении. Помпео потребовал от властей страны обеспечить безопасность американских граждан в Ираке. При этом он положительно отметил предпринятые правительством Ирака мира по улучшению ситуации с безопасностью. И подчеркнул, иракские власти взяли на себя обязательства по пресечению нападений на депмиссию США в дальнейшем. Иран ответил на угрозы Дональда Трампа. По заявлению верховного лидера Ирана Али Хемние, Тегеран может защитить свой суверенитет и интересы перед любым, кто будет этому угрожать. Напомню, ранее глава Белого дома предупредил, что Иран заплатит очень большую цену в случае, если с американским посольством что-нибудь случится. Трамп уверен, что к протестам в Багдаде причастна иранская сторона. Однако лидеры США и Ирана раньше уже говорили о том, что не желают вступать в военный конфликт друг с другом. Премьер-министр Израиля Бенеми Нетаньяху будет опросить парламентский иммунитет от судебного преследования. О своем намерении политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме 1 января. Напомню, в ноябре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве и коррупции. Следствие обвиняет премьера в сговоре с несколькими бизнесменами. Запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев. Если же суд признает Нетаньяху виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 16 человек погибли во время массовой драки в тюрьме мексиканского штата Сокотекас. Еще 5 получили ранения. Столкновение удалось остановить. 15 человек убили на месте. Шестерых пострадавших доставили в больницу, где позже один из них скончался. После столкновения полицейские изъяли осужденных 4 единицы огнестрельного оружия и колющие-режущие предметы. Отмечу массовой драки в исправительных учреждениях Мексики не редкость. В 2016 году бунт в тюрьме Топачико унес жизни по меньшей мере 50 заключенных. Полиция Гонконга задержала около 400 демонстрантов во время последнего антиправительственного протеста. Десятки тысяч человек вышли на марш, организованный оппозиционным гражданским фронтом за права человека. Акция была согласована с властями. Однако из-за начатых беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Согласно данным правоохранительных органов, причиной массовых задержаний стало ношение оружия. Среди требований демонстрантов независимое расследование действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведение всеобщих прямых выборов главы администрации района. События в нашей стране. С нового года в республике вступают в силу новые законы. Один из них о республиканском бюджете на 2020-2022 годы. Он подразумевает повышение пенсий и пособий для определенных категорий граждан. Насколько вырастут выплаты, расскажет Марк Брюшко. Новый год принесет изменения для получателей пенсии, госпособий и адресной социальной помощи. С сегодняшнего дня по закону о республиканском бюджете на ближайшие три года пенсионеры в нашей стране будут получать больше. Пенсия у меня небольшая, всего 63 тысячи. Только кажется, что это большие деньги. На самом деле их не хватает на достойную жизнь. Продукты питания дорожают с каждым годом. Большие деньги отдаем за коммунальные услуги. Считаю хорошей новостью, что пенсии повышают. Пенсия должна быть такой же, как и зарплата. Многие, конечно, думают, что во всех цифрах очень легко запутаться, но это не так. И сейчас докажем, коротко и по факту, на примере пенсии. К примеру, размеры солидарные пенсии в этом году повышены на 7%. Ее минимальный размер составит 38 тысяч 636 тенге. Если же брать в пример размер государственной базовой пенсии, то он повышен на 5%. И минимальный размер этой пенсии будет составлять 16 тысяч 839 тенге. Повышение, хоть и небольшое, а хватит свыше 2 миллионов пенсионеров. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. При этом следует отметить, что также будут повышены государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Они будут повышены на 5% в связи с изменением прожиточного минимума. Изменятся со следующего года и государственные социальные пособия по инвалидности. Для тех, кто относится к первой группе, сумма составит 59 тысяч 872 тенге. Ко второй – 47 тысяч 710 тенге и 32 тысяч 431 тенге. К третьей, вступившей в силу документ, предусматривает изменения и в адресной социальной помощи для малообеспеченных семей. Семь детям, семей получателей адресной социальной помощи будет предоставляться гарантированный социальный пакет. Гарантированный социальный пакет состоит из следующих видов. Детям от 1 до 5 лет, то есть до школьного возраста, им будет предоставляться ежемесячно продуктовый набор, который у нас утвержден Министерством здравоохранения. И второй – это у нас гигиенические средства, товары бытовой химии. Второй – это у нас дети школьного возраста от 6 до 18 лет будут обеспечиваться каждый день бесплатным питанием по месту обучения. Многодетным семьям, имеющим минимум четверых несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет в этом году будут начислять новое пособие. Выплата не будет зависеть от доходов семьи. Таких в нашей стране насчитали более 360 тысяч. Если в семье четверо детей, то размер пособия составит 42 496 тенге. И где пятеро детей – это будет 53 127 тенге. А шестеро – это 63 657. И семьи более детей – это 74 388 тенге. Для того, чтобы оформить пособие, многодетная семья должна обратиться в ЦОН. Те, кто уже получает специальное государственное пособие, попадут в список выплат автоматически. Марк Брюшко, Дельгазы Тульмитс, Жандос Битабаров, Хабар, 24. В Западно-Казахстанской области для выплат пособия людям с ограниченными возможностями в прошедшем году из республиканского бюджета направили 314 миллиардов тенге. С нового года в республике заработает специальный электронный портал. Будут оцифрованы услуги приобретения и выбора технических средств реабилитации, причем напрямую от поставщика товаров. Также на сайте будут доступны специальные социальные услуги, выбор индивидуального помощника и специалиста жестового языка, получение направления на санитарно-курортное лечение. В регионе проживают больше 24 тысяч людей с особыми потребностями, из них 2 тысячи – это дети. После запуска портала сроки бизнес-процессов предоставления технических средств реабилитации и оказания специальных социальных услуг сократятся с 8 месяцев до 1-2 недели посредством проактивного формата их назначения. Кроме того, повысится добросовестная конкуренция среди поставщиков, прозрачность поставки средств услуг реабилитации. Мы сможем конкретно определить реальную потребность в товарах и услугах. Больше трех тысяч алматинских семей Новый год встречают в новых квартирах. Долгожданные квадратные метры они смогли получить благодаря различным программам. Кто эти счастливчики и какую поддержку готово предложить государству – в нашем следующем материале. Иметь свое жилье – мечта не только новогодняя. Осуществить ее в уходящем году трём тысячам алматинцев помогло государство. И если стать участником некоторых программ может каждый, то рассчитывать на другие виды поддержки могут только те, кто по-настоящему нуждается. Это специалисты бюджетных сфер, военнослужащие, многодетные и неполные семьи. А с 2019 года – и работающая молодежь. Одни дождались своей очереди в жилищном фонде, другие воспользовались более оперативными методами. Сама программа Нурлжер предусматривает ипотечное жилье, льготное кредитование, это жилье для социальных условий населения без права выкупа и жилье для работающей молодежи. То есть все эти программы входят в программу Нурлжер. На временную жилплощадь с 2019 года могут рассчитывать и казахстанцы младше 29 лет. Квартиру, к сожалению, нельзя выкупить, но можно, проживая в ней, накопить на собственную. Выдаются 40 квадратных метров на 5 лет и на конкурсной основе. Семейные пары, воспитывающие детей, а также имеющие на попечении родителей или детей-инвалидов, имеют больше шансов получить крышу над головой, чем их холостые сверстники. За каждый пункт молодежи начисляются баллы. В приоритете рабочие руки – кочегары, инженеры, геологи, сантехники, трубопроводчики. Ежегодно за аренду мы оплачиваем почти 100 тысяч тенге вместе с коммуслугой. И получается, счет на депозите каждый месяц пополнять не получается, потому что вся зарплата почти что уходит на аренду. А сейчас, получается, мы оплачиваем аренду всего лишь в размере 4 380 тенге. Это вообще можно сказать даром. И там плюс еще коммуслуги какие-то выходят. И за 5 лет мы думаем, что большую сумму накопим, и будет у нас хорошая возможность купить квартиру свою. Как и Жайна Аблгазова, «Елку на Новый год» уже в своей квартире поставили еще 1050 молодых алматинцев. Продлить беспрецедентный жилищный проект намерены до 2022 года. Продвинулась в этом году и очередь на получение жилья из Государственного жилищного фонда. Это 860 человек из социально уязвимой категории. Всего льготных квартир ожидают 25 тысяч жителей Южного мегаполиса, в том числе 10 тысяч работников бюджетных организаций. В следующем году мы планируем выдать квартиры уже порядка 4000 нуждающимся алматинцам. Строительство квартир управлением комфортной среды города Алматы ведутся. То есть по мере поступления этих квартир в коммунальный жилищный фонд, они будут распределены среди нуждающихся. Для многодетных казахстанцев разработали другую лояльную программу. Благодаря участию в Бахатте-Отпасе обладателями ключей от новых квартир стали 500 алматинских семей. Я очень признателен государству за эту прекрасную возможность. Теперь из нашего семейного бюджета мы сможем больше откладывать денег на жилищный депозит и в скором времени купить просторную квартиру. Мои надежды оправдались, чему я очень счастлив. А вот воспользоваться еще одной льготной программой 7-20-25 могут только те, у кого нет жилья. Достаточно только накопить на первоначальный взнос и собрать нужные документы. В первый год такой поддержкой воспользовались полторы тысячи алматинских новоселов. Алгоритм получения еще большей информации, говорят специалисты, все тот же прийти в окошко ЦОНа самому или посмотреть на сайте. Вся информация у нас всегда размещена на нашем официальном сайте Управления жилищной политики города Алматы, где каждый житель республики, даже планеты, может ознакомиться. Все программы у нас четко там прописаны с условиями, местонахождением, стоимостью, арендной платы. Талгат Куспаев, Гульбанушумабай, Ерлан Шалбаев, Алматы, Хабар-24. Алматы – город, где сбываются мечты казахстанской молодежи. В выходящем году там получили образование более 230 тысяч студентов со всех регионов страны. Всего же в Алматы живут, учатся и делают свои первые шаги в творчестве, карьере и бизнесе сотни тысяч молодых соотечественников. Владимир Бовкис о времени молодых для новых и смелых идей. Алматы справедливо называют городом молодежи почти каждый третий житель мегаполиса студент. Как говорят специалисты, ближайшие годы именно молодые и идейные алматинцы изменят облик и инфраструктуру южной столицы. Здесь реализуются самые смелые проекты. Вы только представьте, в уходящем году более ста молодых семей стали новоселами. Порядка двух тысяч молодых алматинцев открыли свое дело благодаря государственной поддержке. Но прежде всего необходимо получить достойное образование. И ведь именно в Алматы сосредоточены ведущие вузы и институты развития предпринимательства. В 2019 году 2650 человек прошли обучение по программе молодого предпринимательства. Из них 1700 получили гранты в размере 900 миллионов тенге, чтобы реализовать свои бизнес-проекты. И где, если не в городе молодежи, должны создаваться волонтерские движения? Неравнодушные молодые алматинцы участвуют в самых различных акциях, дают старт республиканским компаниям. Отсюда начинаются очень важные социальные движения. Будь то сбор гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий соотечественникам или детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, или спортивные состязания для пропаганды здорового образа жизни. Все это с успехом проводят алматинские волонтеры. И где, если не в культурной столице, должны воплощаться в реальность творческие мечты? Алматы вдохновляют на новые песни, съемки клипов и художественных фильмов. Местная молодежь в буквальном смысле живет искусством. В этом году я добился хорошего успеха в кинематографе. Меня стали приглашать играть в кино и сериалах. Я всегда буду благодарен 2019-му именно за то, что мои мечты стали сбываться. И сбываются они в этом прекрасном городе. Поскольку подготовка будущих профессионалов – одна из приоритетных задач, алматинские власти прикладывают немало усилий для того, чтобы студенты не испытывали проблем с жильем. Только за последний год в Алматы построено пять новых общежитий, и в новом году количество условий в кампусах будет только улучшаться. Ведь Алматы остается центром притяжения молодежи. Владимир Бовкис, Нурдауледжик Сыбаев, Алматы, Хабар-24. К другим темам сильная метель и ветер местами до 20 метров в секунду стали основной причиной для ограничения движения на автодорогах республики. К этому часу закрытыми остаются дороги для выезда из столицы в направлении Павлодара, Щучинска, Дбасара и Караганды для всех видов транспортных средств. В Египте экстренно реанимируют туристический сектор, а в будущем году Центробанк страны выделит рекордные 3 миллиарда долларов на спасение курортного бизнеса. Это в 10 раз больше, чем прежняя сумма, выделявшаяся на эти цели. Известно, что в первую очередь деньги пойдут на модернизацию развития отелей, а также на поддержку пострадавших от многолетнего кризиса представителей турбизнеса. Как внимание государства восприняли и бизнесмены, и туристы, материал Дмитрия Лукши. План властей по спасению туризма предусматривает не только финансирование новых проектов, но и погашение кредитов, взятых крупнейшими туроператорами, начиная с 2011 года. Суммы займов давно перевалили за отметку в 100 миллионов долларов. Как заявили в Центробанке Египта, они не могут стоять в стороне, наблюдая за тем, как гибнет отечественный курортный бизнес, десятилетиями пополнявший казну страны. Теперь, видимо, настало время взаимной помощи со стороны государства. В большей степени кризис в нашей сфере наступил из-за слабого финансирования, а также из-за политической обстановки в мире. Туристов последние два года стало меньше, были проблемы с Россией, и Москва не летала к нам, хотя россияне – основные клиенты наших курортов. Плюс последние крупные вложения в наш бизнес были семь лет назад. После этого денег не хватало на всех. Только в Хургаде за этот год обанкротились 18 отелей. Это очень много. Несмотря на разорение десятков отелей, власти назвали уходящий год удачным для бизнеса с момента начала кризиса в 2010-м. В этом сезоне загрузка отелей в курортных районах впервые достигла 90%, отчего встал вопрос расширения курортов на Красном море, в том числе разморозки объектов, работы на которых были остановлены после 2015 года. Насильно тормозят ошибки прошлых лет. Мы несем серьезную финансовую нагрузку из-за кредитов, взятых на новые проекты после 2011 года. Тогда почти все владельцы отелей и баз отдыха упали в долговую яму. Мы надеемся, что поддержка Центробанка снизит кредитное бремя и позволит развивать нам как новые, так и старые проекты. В начале 2019 года в Египте была представлена новая стратегия развития туротрасли, получившая название «Пять столпов». В ней делается акцент на развитие направлений туризма, а также выход на новые рынки. В частности, власти надеются полностью реформировать представление туристов о стране, сделав упор не столько на пляжи и гостиницы, сколько на исторический туризм. Пирамиды Хеопса и Луксорский храм вновь надеются вернуть в топ главных достопримечательностей. Дмитрий Лукша, Светлана Абрахмита, Гурам Чехлаш, Хабар 24, Египет. В Чехии ужесточают правила работы экскурсоводов. Деятельность гидов станет нерегулируемой и лицензию можно будет получить свободно. Но удостоверения выдаваться будут в Министерстве местного развития. Так власти надеются избавиться от неграмотных экскурсоводов, либо откровенных обманщиков. Кроме того, теперь все специалисты будут разделены на уровни согласно профилю и образованности гида. И уже сами туристы смогут выбирать экскурсовода, исходя из его характеристик. Тему продолжит Надежда Дрейгал. На решение чешского парламента повлиял недавний скандал, о котором писали все издания Праги. Группу туристов из Японии два дня водил по столице и окрестностям экскурсовод с разрешением на работу, но не знавший азов истории и культуры Чехии. Предварительно аферист взял стопроцентную предоплату за свои услуги, а все лекции о памятниках и храмах придумывал на ходу. Чтобы избежать подобных эксцессов, парламентарии одобрили изменения в закон о предпринимательской деятельности, в соответствии с которыми ужесточаются требования к экскурсоводам, работающим на улицах. Законопроект направлен против так называемых гидов с зонтиками, работающих в рамках фри-турс. До сих пор они не несли никакой ответственности за свои услуги. Если мы их ловили с поличным, то они говорили, что собирают деньги не для себя, и всю выручку отдадут на благотворительность. Так им удавалось уходить от уплаты налогов. Теперь же нарушители просто не смогут работать без специального разрешения. Другими словами, экскурсоводам оставляют право на свободный труд, но под контролем мэрии. Каждый гид должен будет получить соответствующее удостоверение в Министерстве местного развития. Работников без документов оштрафуют за незаконную предпринимательскую деятельность. Мне кажется, что здесь не столько чиновники беспокоятся о качестве услуг, сколько хотят пополнить городскую казну. Работа в рамках фри-турс популярна во всем мире, но у нас хотят обложить ее налогом, потому что мимо кассы, как говорится, проходят деньги. По крайней мере, в нашей среде нет никаких размолвок между официальными и свободными гидами. Кроме того, гидов разделят по уровням. Удостоверение первой степени можно будет получить после регистрации в мэрии. Документ второй категории потребует дополнительного экзамена. В дальнейшем, по планам властей, туристы сами смогут выбирать гида на основании уровня его подготовки. При этом власти отметили, что новый закон никак не коснется экскурсоводов, работающих в природных заповедниках или внутри зданий, музеях и прочих достопримечательностях. Надежда Дрейга, Дмитрий Лукша и Вадим Чех. Хабар 24, Прага, Чехия. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok